Салют! Выключи свет! Салют! Включи свет! Салют! Поставь свет зеленый! Салют! С вами MegaObzor.com. На прошлой неделе в мое распоряжение попали две умные колонки. Это Сбербум и Сбербум Мини. Сегодня хочу поговорить о Сбербум Мини. Это одна из самых доступных колонок сейчас на российском рынке. Приобрести можно за 4000 рублей. Итак, представлено сразу в пяти цветах. Это звездный желтый, туманно-белый, безоблачно-голубой, синий нитун и марсианский красный. Комплект получает адаптер питания с евровилкой и различную документацию. Выполнено в компактном корпусе из пластика с софт-тач покрытием. Практично и хорошо смотрится в интерьере. Из интересных инженерных решений отметим отверстие в основании, позволяющее не только разместить на ровной поверхности ее, но и вертикально, например, на стене. Элементы управления сосредоточены на верхней крышке. В центре кнопка лайк, справа и стрева регуляторы громкости. В верхней части кнопка волна для запуска музыки с сервиса звуки. Ниже кнопка включения с интегрированным светодиодным индикатором. Оснащена Sberbum Mini двумя микрофонами, выведена на верхней грани. Здесь они помимо взаимодействия с пользователем для голосового управления, также используются для распознавания звука. Это технология детектор шума. Звук распространяется на 360 градусов через решетку вдоль нижней грани. Оснащена динамиком, мощность 5 Вт. На боковой грани разъем под комплектный адаптер. К сожалению, это не USB-C. Могут быть сложности, если будет поврежден блок питания. Необходимо будет провести добавление в аккаунт. Здесь используется бесплатное приложение SALUT. Процесс добавления сопровождается наглядными подсказками. После успешного сопряжения вы добавляете ее в домашнюю сеть, описываются в ходе такого иллюстрированного помощника особенности ее работы. И здесь большое внимание уделено как раз технологии детектор шума. Суть ее заключается в том, что идет анализ шума в помещении. Вы сами выбираете, какие нужно фиксировать звуки-триггеры. Например, лай собаки, плач ребенка, шум воды, хлопки, разбитое стекло. Зафиксированные в комнате звуки записываются и отправляются вам в виде аудиофайлов приложения. Таким образом можно будет использовать ее как умную сигнализацию. По умолчанию эта технология отключена. Вы ее включаете сами и выбираете те звуки, которые для вас конкретно актуальны. Если не нужно, технологию можно не включать. Уникальной особенностью является возможность выбора между тремя виртуальными ассистентами. Это Афина, Джой и Сбер. У каждого свой голос и свой характер. Выбирайте по вкусу. Также можно обращаться общим словом кодовым. Для этой экосистемы это Салют. Вкладка для настройки самой колонки включает инструменты для объединения двух колонок в стереопару, а также активацию родительского контроля с фильтрацией контента. Есть отдельный раздел для управления элементами умного дома. Поддерживаются как элементы от самого производителя, так и можно проводить интеграцию с популярными продуктами сторонних производителей. Список постоянно расширяется. Сейчас уже там есть ряд крупных брендов. Для удобства освоения и понимания в приложении приведены команды. Они отсортированы для простого поиска. Мощность данной системы 5 Вт. И этого вполне хватает для прослушивания музыки в типовой комнате. Хорошо звучала музыка и подкасты. Также всегда сможете объединить ее со второй такой же колонкой. Если разместить, например, по краю стола или в каком-то там интерьере разместили, есть у нас возможность создать стереоэффект, такое вот объемное звучание, как у даже такой вот многоколоночной аудиосистемы. Основным сервисом для музыки тут и есть свой, как я и говорил, звукер. На колонку дается у нас промо 60 дней. За 1 рубль вы подключаете, дальше уже решаете, надо вам это или нет. Но можно подключаться к ней напрямую. Естественно, как и у конкурентов, все завязывается на своей экосистеме. Колонка хорошо себя показала в детской. Ребенок быстро освоил запуск музыки. Сказок использовал для общения. Понравилась функция лайка. Вы слушаете музыку, нажимаете лайк. И колонка запоминает ваши предпочтения, уже подбирая вам под вас контент. То есть, чем вы активнее участвуете в этом, тем ближе будет та музыка, которая по запросу выводится, уже ближе к вашему вкусу. Ну а в целом получаем самую недорогую колонку у нас на российском рынке. Конкуренция дело свое делает. Сбербум мини. И вполне можно рассматривать и как колонку для прослушивания музыки в комнате, для управления элементами умного дома. В детскую тоже можно ее брать с Бербум мини. Из минусов отмечу использование блока питания с проприоритарным разъемом. Все-таки USB-C, например, тот же был бы удобнее и универсальнее. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.